Спонсор нашего сегодняшнего обзора Вальсинея, эта милая собака Пришлось продать почку, чтобы снять обзор на этот удивительный девайс Спасибо тебе, Дуся! Спасибо, дружок! Юня и наш шеф упоролся и ломал инвесторов на офигительно дорогой подарок Шеф, это невероятно! Мне кажется, Валентину понравится В общем, поехали дарить Привет, друзья! Ну вы в курсе, что это за видео? Нет? Ну и не надо Мы знаем, что подарили Вилсе И мы очень грустили, очень грустили по этому поводу Но мои друзья сказали, не грусти, мы тебе тоже кое-что подарим В названии ролика не написано И не будет сначала написано, что же они мне подарили Посмотрим, что же мне подарили Судя по размерам, это не Порш Это что-то поменьше Хорошо, когда есть друзья Хорошо, когда они не упоротые А делают это осознанно В общем, я немного волнуюсь Запаковали здесь очень-очень круто И что же здесь находится И что же здесь мне подарили Дарите всегда хорошие вещи, ребят Хорошие вещи видеообзорщикам Потому что хорошие вещи Хвалить легче, а плохие хвалить тяжело Сколько пакетов? Сколько пакетов и что же здесь? Ну я-то знаю, что же здесь Но вы не знаете И вот что И вот что прислали мне Спасибо друзьям, которые не забывают Черный цвет, 8 гигабайт оперативной 128 гигабайт встроенной памяти Вот такая вот пятерочка Вот такой вот значок Смартфон компании Которая придумала Которая придумала совершенно убойный лозунг Flagship Киллер Который уже достал всех С этими убийцами бесконечными Двойная камера Шикарные фото Не знаю Не было ни первого, ни второго Ни третьего, ни икса Четвертых у них вообще не было И вот пятый Пятый Вершина пока Их линейки Если можно назвать Их несколько смартфонов Линейкой У нас на обзоре Сначала распаковка Потом пользовательский обзор Откроем Ломбочки Коробка очень плотная Знаете, она такое ощущение Вот здесь Как будто софт-тач такой Софт-тач бумага Можно ли так сказать Красно-белые цвета И давай вылазь Не хочет никак выходить Это Не хочет показать нам Что там внутри Очень тяжеленькое Все И вот такая вот подача Смартфон Безусловно Открывали Смотрели И он очень тонкий Вот это да Здесь наклеена пленка Защитная Он очень тонкий Давайте посмотрим Что здесь по комплектации Я ничего не знаю Про смартфоны От компании OnePlus Кроме того Что Это такие Топчики Что они являются Суббрендом BBK Oppo И всего такого Вот То есть это чисто Китайская тема Очень популярные бренды В Китае Но в мире Не очень Опа Сейчас пришли в Казахстан Рекламные какие-то У них вот эти вот Плакаты висят На ютубе рекламу Выкупили Но Честно говоря Не знаю на кого это рассчитано Потому что люди Вообще не знают Ничего О их устройствах Так Посмотрите Ребят Здесь очень много Всякой 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 Документации Вот здесь Вот по моему Тоже это дело Открывается Но как Или нет Нет Не открывается В общем не знаю Как все это дело Вытащить А вот так вот Все это Смотрите Как упаковано И здесь есть Наклеечки Вот такие вот Наклейки Кому это интересно Вот такая вот Конструкция Все так Запечатано Здесь И вот здесь Тоже такой Софт-тач Бумага В общем Подача Очень приятная Такая Выглядит Классно Вот эту штуку Если вырезать Будет похоже На какой-то Кейс Далее Вот такая вот Распечатанная Красивая Фотография Да что ж Мне все падает Сделанная На OnePlus 5 И Вот такое вот Послание На китайском Языке Спасибо От Сео Вице-президента Компании OnePlus В общем Для тех Кто владеет Китайским Ребят Можете ознакомиться И рассказать В комментариях Что же Это такое Type-C Dash Charge Фирменное Зарядное устройство Быстрая зарядка Такой вот Провод И давайте Посмотрим На характеристики Тяжелый Большой Брендированный И видите Это китайская Версия Смартфона Ну и сейчас Посмотрим Что за Прошивка Гидроген По-моему У них Или Оксиген ОС Так Выходное 5 вольт 4 ампера Я Такой Еще Не видел И как Вам Вот эти Вот виды Исландии Впечатляет Не правда Ли Невероятное Впечатление Производит Смартфон В плане Веса 157 грамм Вот видите Покажут Мои весы И он Довольно Легкий Вот так Вот выглядит Смартфон Сзади Снимем Вот эти Вот Пленочки Здесь Есть Еще Одна И маякода Так Это тоже Надо убрать Да Убирается Очень легко Их Лучше Не терять И Вот Так Вот Выглядит Задняя Крышка Судя по всему Это металл Всем Знакомый Значок К сожалению Нет никаких Чехлов А фирменные Чехлы У них Очень красивые Ссылки Оставлю В описании Ребят На алиэкспресс Где можно взять Эти чехлы Они там И упакованы Так интересно Так Вот так Все это Дело Выглядит Разъем Справа Находится Под Лоток Под сим Карты Кнопка Включения Она прямо На грани Расположена Очень Тонкая Далее Кнопка Физическая Не Механическая Она не Нажимается 2.5D Изгиб Стекла Классно Сделана Решетка Разговорного Динамика Вот здесь Переключатель Механический Переключатель Кнопка Спаренная Регулировки Громкости Вы посмотрите Оцените Тонкость Этого устройства Очень Тонкий Батарея Здесь Три С чем То Не Очень Большая Но В плане Может быть Оптимизации Все Очень Хорошо Один Динамик Микрофон Вход Для Наушников Вот Они Молодцы То Что Оставили Разъем Под 3.5 Млитровую Проводную Гарнитуру В отличие От Xiaomi С Их Mi6 И поэтому Mi6 Как-то Совсем Не понравился Мне В этом Плане Блин Ну Впечатление Прикольный Аппарат Прикольный Владельцы Обязательно Напишите В комментариях Что Да Как Давайте Его Запустим Посмотрим Что Нас Ждет Внутри Супер Амолед Дисплей Если Я Не Ошибаюсь Я Небольшой Поклонник Амолед Дисплеев Но Давайте Посмотрим Как Это Все Дело Обстоит Вот Видите Я Даже Через Камеру Вижу Здесь Такие Как будто Полосы Это Свойства Амолед Дисплеев Вот Это Какие На экране Полосы Я Через Экран Вижу Здесь Глазом Вы Это Не Заметите А Через Экран Камеры Я Вижу Ребят Видоискатель Какие Полосы Здесь На Экране Вот Это Свойства Амолед Дисплеев Из Необычного Видите Здесь Есть Вот Такое Соглашение О Службах One Plus Так И Яркость Сразу Яркость На Максимум И Смотрим Как Все Это Дело Выглядит Android Pay Предустановлен Уже Но К сожалению В Казахстане Он Не Работает Так Что Здесь Еще Вот Здесь Вот Есть Такие Точки Которые Выполняют Функции Домой Меню И Физическая Основная Клавиша Она Тоже Сенсорная Когда Я нажимаю На Извиняюсь Вибро Отклик Ссылка Здесь Есть Видимо Приложение Которое Ведет Либо На Форум Либо На Сайт One Plus Community Необычно Вот Это Что Такое Разрешить Здесь Галерея Черная Тема Одним Касанием Видите Возвращает Нас Домой А Теперь Давайте Посмотрим Ребят Что Имеем Из Программного Обеспечения Во Первых Модель One Пласс А 5000 Единственная И неповторимая Вариации Больше Нет Версия Oxygen OS 451 Версия Android 7.1.1 8 гигабайт Оперативной Памяти 128 Гигабайт Встроенной Памяти И по Сборке По номеру По дате Вот такие Вот сведения Теперь Заглянем В лоток Для Сим Карт Смотрите Здесь Сразу Такие Муляжи Чтобы Вы Уж Не Ошиблись Как Все Дело Вставлять И Как Это Все Дело Выглядит Как Вы Видите Без Возможности Расширения Поддержка 2х Сим Карт Формата Nano Сим Сразу Бросается В глаза Что Экран Я бы не Сказал Что Прям Мега Мега Такой Есть Желет Честно Говоря У меня Такое Уже Было На Okitel K6000 Plus Поэтому Вообще Не Вижу В этом Никаких Проблем Я Смотрю Локализацию Смотрю Кнопки Подсветка Здесь Значит Есть Подсветка Можно Менять Кнопки Местами У меня Получается Здесь Сейчас Назад Теперь Мы Сюда Поменяли То Все Это Меняется Здесь В общем Очень Много Возможностей Настройки Системы Под себя Вот Видите И Локализация Очень Хорошая Все Переведено Все Отлично То есть Нет Непереведенных Пока Во всяком Случае Не вижу Адаптивная Регулировка Присутствует Калибровка Экрана Черно Белый Экран Это Видимо Для Чтения Не знаю Как Дело Работает В полном Обзоре Расскажу Все Что Вас Интересует Обязательно Пишите В комментариях Ребят Будить Экран При Получении На верхней А здесь Снизу Еще Расписано Что Да Как Световой Индикатор Имеется Лет Оповещение Вот Так Вот Это Делается Настраивается Есть Wi-Fi Монитор Так Давайте Посмотрим Что У нас Что У нас Здесь По Звуку Можно Установить Видите Мелодии Для Разных Сим Карт Звук Приятный Но Уже В полном Обзоре Расскажу О полных Впечатлениях От данного Устройства Именно В плане Прослушивания Музыки Да нет Особо Не раздражает Но Конечно Такое Желение Большое Присутствует Так Расширенные Настройки Обновление Системы Ну Давайте Сейчас Проверим Обновление Подключил Интернет Сразу Пришло Обедомление О том Что Есть Обновление На 63 Мегабайт И Здесь Видите Расписано Что Оптимизировали Что Пофиксили Скачаем Попозже Установим Вот Так Вот Выглядит Шторка Фонарик Очень Яркий Ну Блин По ощущениям Он Какой-то Как Игрушечный Вы знаете Такое Ощущение Как будто Смартфон Игрушечный Давайте Посмотрим Камеру Разрешим Так Здесь Много Настроек Зум Зум Здесь Про Зум Уже Писали О том Что Вот Обманули Он Не Оптический Он Такой Программный Цифровой Ну Ничего Страшного Посмотрим Как Все Это Дело Реализовано Как Камера Себя Ведет В Условиях Обычных Эффект Глубины Это Видимо Подключается Вторая Камера Здесь Вот Есть Непереведенные Моменты Ребят Это Просто Ознакомительное Видео Распаковка Комплект Поставки Первое Знакомство И Потом Попозже Я Уже Ребят Широкоугольная Камера Фронтальная Уже В Пользовательском Обзоре Поделюсь С вами Своими Впечатлениями О Данном Устройстве Опять же Как Человек Который Никогда Не Пользовался Смартфонами Данного Бренда Подробно Постараюсь Рассказать О тех Или Иных Нюансах О Моем Опыте Что Понравилось Что Возможно Не Понравилось Что Вас Интересует Обязательно Пишите В комментариях Здесь Такая Прикольная Анимация Свайпами Переключаешься Из режима Видео В режим Фото А так же В режим Когда работает Вторая камера Эффект Глубины Она называется То есть Искусственное Размытие Заднего Фона Для портретного Режима И вот здесь Вот видите Здесь указано Как нужно Размещать Объект Съемки Чтобы Он был Наиболее Явственно Виден То есть Вот этот Эффект Боке Настройки Я вот смотрю Локализация Ребят Очень хорошая То есть Здесь Невозможно Здесь В чем-то Запутаться Просто Нужно Читать Подсказочки Далее Вот эта Вот кнопочка Отвечает За Быстрое Переключение В беззвучный Режим Не знаю Можно ли Ее Настроить Как На том же Например Айпаде Когда Блокировка Ориентация Экрана Производится Так же Вот этой Кнопкой Ну Ход у ней Тугой И по-моему Здесь Да Три Два Положения Вот Раз Два Три Три Положения Данной Механической Кнопки Ну Опять же Попользуюсь И подробнее Ребят Расскажу О ней Как все Это дело Работает Можно легко Очень убрать Вот эту Полоску Поиска Google Загрузилась Обновимся Проверим Что да как Возможно После этого Обновления Прилетит еще Какое-то Обновление Не знаю Чистый Android Постоянные Обновления Системы До самых Актуальных Версий Мне кажется Это Классно Полезно Интересно Будет сравнить Текущие Там Китайфоны С топом Среди Китайфонов Внешне Ну Я не скажу Что он Меня Потряс Какое-то Вот Подспудно Есть Какое-то Ощущение Ну Вот он 600 долларов Например Ну 500 будет стоить Может чуть меньше Но Сказать Что Ты берешь Его в руки И испытываешь Такой Вау Эффект Нет Не могу Так сказать У меня Такое Было На Amazon Firephone Вот Здесь Ссылку Оставлю Кому Интересно Одни Из Первых Моих Ранних Так Сказать Обзоров В кавычках На Различные Интересные Гаджеты Но Смартфон Блин Он Такой Хайповый Смартфон Поэтому Обязательно Нужно Им Попользоваться Нужно Составить Какое-то Впечатление Еще Несколько Очень Интересных Смартфонов Пришло Придет Которое Я приобретал За собственные Деньги И вот Будем Все Это Дело Сравнивать Смотреть Выбирать И этот Смартфон Он На Сегодняшний День В некотором Вроде Эталон То есть По Которым Мы Можем Равнять Там Бюджетники Среднебюджетники Смоз Чтобы Смотреть Чтобы Понимать Как Растет Вообще Уровень Китайфонов Идет Развития И в какую Сторону Оно Собственно Горя Идет Чтобы Все Это Не пропустить Ребят Обязательно Подписывайтесь На новое Видео Вступайте В нашу Группу Если Есть Что Сказать По Сабжу По Каналу И всему Таком Вот Пишите В комментариях Обязательно Прочитаю Обязательно Приму Все К Сведению Ребятам Которые Мне Блин Подогнали Этот Смартфон Огромное Спасибо Огромный Респект Ребят Вас Обожаю Продолжайте В том же Духе Всем Пока